Это Formentor, первая собственная модель спортивного бренда Cupra, который совсем недавно таки отделился от Seat. Да, формально это концепт, но если посмотреть, как детально все проработано, можно сделать вывод, что в серии он пойдет очень скоро. Давайте разбираться. Еще недавно имя Cupra получали лишь заряженные версии хэтчбэков Seat, но год назад испанцы решили создать отдельное направление и фактически новый бренд с таким же именем. Вот правда первыми моделями молодой компании все равно стали всего лишь спецверсии Леона, Ибицы и Атеки, хоть и с новым логотипом и посвежевшим дизайном. Но оказывается, дизайнерам и инженерам просто нужно было слегка потянуть время. И вот она, первая модель под собственным именем Cupra, Formentor, эко-спортивный кроссовер с гибридной силовой установкой. Нужно понимать, что в концерне VAG сложно быть абсолютно уникальным, поэтому мы, конечно же, догадываемся, что в его основе лежит платформа MQB, а кто-то даже скажет, что это спецверсия семиместного семейного Seat Tarako, и отчасти они будут правы. Кстати, для справки, Formentor — это название мыса на северо-востоке острова Пальма-де-Майорка, который известен своей неприступностью. Да, определенное сходство с Tarako, конечно же, есть, но назвать дизайн Formentor семейным или, не дай бог, скучным, язык не поворачивается. По-моему, это самый агрессивный внешне кроссовер в своем классе, и лично мне он с некоторых углов даже слегка напоминает Infinity FX. Не находите? Официально это концепт, но, по нашему мнению, в нем нет ничего того, что было бы сложно запустить в серию. Поэтому прогнозируем, что совсем скоро Formentor выкатится на дороге в практически таком же виде. Кстати, идея превращения семейных SUV в купе-образные версии в концерне не нова. Совсем недавно Škoda представила на китайском рынке Kodiaq GT с покатой крышей и срезанной кормой. Вот, правда, чешский собрат сходу получил стандартный ДВС на 220 сил, а Купра изначально создана как гибрид с суммарной мощностью бензинового и электрического моторов в 245 лошадей. К тому же это будет плагин-гибрид, то есть его можно будет подзарядить от розетки и проехать на чистой электротяге до 50 километров. 245 сил и 50 километров. Что мне это напоминает? Ах да, ровно год назад Škoda представила концепт Vision RS с точно такими же характеристиками и гибридной установкой. Значит, все сходится и концерн VAG уже практически готов выкатить новую силовую установку для компактных автомобилей. Вопрос только в том, на какой модели она впервые приедет в Украину. Не исключено, что именно на Formentor, потому что уже на следующий год запланирован запуск этого нового бренда у нас. Воу-воу! Внутри это тоже практически уже серийный автомобиль. Посмотрите, архитектура торпеда очень схожа с Tarako. Та же полочка, тот же парящий дисплей, та же приборка, больше растянутая по высоте. А вот ковши, по-моему, слишком крутые. В том смысле, что в серийной машине, наверное, поставят что-то попроще. Хотя, может быть, я все-таки ошибаюсь. Смотрите, на руле кнопки, в принципе, характерные для большинства VAG. А вот здесь, вот с управлением мультимедийкой, испанцы все-таки решили побаловаться. Смотрите, вот это сенсорные кнопки, которые здесь не подписаны. Вот так вот меняется температура. Нет, это интенсив. Подождите, это звук. Что-то на меня дует. Как это убрать? Это тоже звук, и это тоже звук. А вот температура. Здесь все сенсорное, причем мультитач. Кстати, слушайте, а удобно. Очень четко реагирует на легкие прикосновения. В общем, прототип прототипом будем пробовать. А вот этот вот джойстик переключения передач напоминает мне, угадайте, что? Похожую штуку в последнем Porsche 911. Алькантара. Только заметил. Посмотрите. Экран вместо зеркала заднего вида. Как на новом Range Rover Evoque и как на AliExpress в том числе. Слушайте, ну мне очень нравится. На самом деле, даже вот в рамках концерна Vag он выглядит определенно уникально. Этот автомобиль. Смотрите, как интересно. Они еще не знают, куда приткнуть вот эти кнопки выбора режима въезда. И просто вклеили сюда блочок от какого-то другого Seat или Volkswagen, я не знаю. Я боюсь нажимать эту кнопку, но надо. Ничего не случилось. Что там, охрана не бежит? Охрана, отмена. Все нормально. Мы тестируем концепт. Что тут еще можно накопать? USB Type-C. Два выхода. Взгляд в будущее определенно. Ну, насчет места. Над головой его как-то слишком много. Я бы даже сделал поменьше. Механические регулировки сидений. Да и, в принципе, я смотрю, что ковши внизу хорошо обшиты. Слушайте, может быть они будут точно такими же в серийной машине? Я даже не знаю. Давайте попробуем залезть назад. А вдруг там вообще есть третий ряд сидений? По крайней мере, в концепте третьего ряда нету. Зато очень удобно на втором ряду. И, возможно, по опыту с Q8, Q7, я скажу вам, что здесь будет больше места, чем в Тарака. Два USB, дефлекторы. Не вижу подогревов. Но, опять же, концепт, который, по-моему, практически готов уйти в серию. Может, тут что-то интересное. Да, ключок в багажник. А в багажнике куча какой-то электроники. Интересно, можно все-таки его будет открыть или нам сейчас запретят? Ага, электропривода нету. Смотрим, смотрим, что тут. Ага, вот и ну-ну-ну-ну пришло, да. Как раз вот здесь вот под полом есть электроника, которую можно увидеть с салона. Все-таки концепт, он не готов. Возможно, там у них батарея или какое-то охлаждение. Или просто что-то поныкали. Ну что же, это все, что нам известно о первой Купре на сегодня. Поэтому идем смотреть другие модели на стендах Женевского автосалона. Смотрите новые ролики на нашем канале уже сейчас. И не забудьте подписаться на новый канал Infocar Backstage, на который мы заливаем все то, что стыдно показывать на нашем основном канале. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok